это айтрис тиви я валерий пушинский и сегодня мы поговорим о nike go fly из кроссовках которые можно одевать без помощи рук некоторые считают что это самые смелые и самые интересные кроссовки за десятилетие но как изобретатели решили проблему завязывания шнурков узнаем из их патентных заявок все началось 8 лет назад когда один подросток написал письмо компанию nike что он собирается в колледж и его мечта мечта человека с врожденным церебральным параличом самостоятельно одевать и завязывать кроссовки команда изобретателей принялась за решение этой проблемы и после серии прототипов и решения множества проблем они предложили отличные кроссовки для всех нас которые можно одевать без помощи рук как вы видите на этой иллюстрации из патента изобретатели предложили разрезать кроссовки зачем же они это сделали посмотрите если задняя часть обуви будет откидываться вниз в нее можно будет легко ставить ногу но это только первый шаг как потом вернуть эту пятку назад и как ходить в такой обуви кстати в этом месте вы можете остановить это видео подумать как вы бы решили эту проблему сами а потом досмотреть это видео чтобы увидеть что предложили изобретатели а изобретатели предложили сделать на подошве кроссовок вот такой разрез но это еще не все это отличная идея но если сделать только это кроссовки не будут работать теперь если над этим разрезом сделать еще один разрез форме буквы вай то он позволит задней части обуви со всей пяткой откидываться вниз и вставлять нее ногу но как потом вернуть подошву кроссовок в распрямленное состояние чтобы нормально ходить а на следующем рисунке видно что это как бы разрезанная или откидная задняя часть обуви соединена с передней частью специальным упругим элементом вот такой широкой эластичной ленты и именно это лента и возвращает откидную часть на место после одевания кроссовок и позволяет хозяину нормально ходить в этой обуви изобретатели назвали один из своих патентов шарнирная конструкция подошвы для входа стопы когда работаешь над изобретением часто бывает что конструкция уже динамичных как в нашем случае когда казалось бы подошва обуви уже гибкая и зачем тогда вводите еще один шарнир заметим что введение этого дополнительного шарнира обычно позволяет выполнить еще одну функцию как нашим изобретение гибкая подошва позволяет ходить в обуви а еще один вырез шарнир позволяет задней части спятки откидываться при одевании обуви а потом еще один гибкий элемент возвращает задник на место так что моя сегодняшняя рекомендация для ваших изобретений динамизация динамизация и еще раз динамизация и это один из самых любимых приемов многих изобретателей кстати вы заметили изобретатели не стали решать проблему завязывания штуков они решали другие задачи вместо этого предложить другой способ одевания обуви спасибо изобретателям и дизайнерам кроссовки go fly is будут доступны уже середины февраля и будут стоить около 120 долларов если вам понравилось наше видео то ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал спасибо что изучаете 3 сайт 3 стиви увидимся в следующем видео